2 января 2021 года стало известно, что на 81 году жизни умер народный артист РФ Владимир Коренев. Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье Бориса Леонидовича и Ольги Васильевны Кореневых. Его отец был офицером военно-морского флота СССР, мать вела домашнее хозяйство. Владимир Коренев провел детство в Измаиле, Одесская область Украинской СССР, ныне Украина, затем переехал с семьей в Таллин. В школьные годы посещал драмкружок, которым руководил актер русского драматического театра Иван Росомахин. В 1961 году он окончил в Москве Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, ныне Российский институт театрального искусства. Выпускник мастерской народной артистки СССР Ольги Андровской и народного артиста РСФСР Григория Конского. С 1961 года Владимир Коренев был актером Московского драматического театра имени Станиславского. Был задействован в спектаклях «Трехгрошевая опера» по произведению Бертольда Брехта, «Живой труп» по пьесе Льва Толстого, «Сирано да биржерак» по комедии Эдмона Растана, таланты и поклонники по пьесе Александра Островского, «Дачники» по произведению Максима Горького, Хлистаков. В кино дебютной для него стала эпизодическая роль в драме Владимира Басова «Жизнь прошла мимо», 1958 год. Широкую известность актеру принесла вторая роль Ехтиандр в фильме «Человек-амфибия» по научно-фантастическому роману Александра Беляева, 1961 год, режиссеры Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев. Среди других киноработ, художник Виктор Бондаренко в мелодраме «Дети Дон Кихота», 1965 год. Хуан в экранизации комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», 1973 год, Сергей Курикин в фильме «Криминальный талант» по мотивам повести Станислава Родионова, 1988 год. Последняя роль — театральный режиссер Владимир Немирович Данченко в сериале «Орлова и Александров», 2015 год. В общей сложности актер снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. С конца 1990-х годов до середины 2010-х годов Владимир Коренев являлся художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий «Москва». В 2011 году в Архангельском театре драмы имени Ломоносова он осуществил постановку «Опасные связи» по произведению Шадерла де Лакла. Был женат на заслуженной артистке РФ Оливтини Константиновой, дочь Ирина Коренева, родилась в 1966 году. Обе — актрисы электротеатра Станиславский. Народного артиста России Владимира Коренева похоронили и попрощались 5 января в Москве, на Веденском кладбище. Об этом сообщали в электротеатре Станиславский. В последние годы жизни актер преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. Вот как в одном из интервью он описывал суть преподавания, самое главное в любом образовании, в том числе и в театральном, воспитать художника. Завести его собственный механизм творчества. Настоящий педагог, тот, кого, заканчивая обучение, можно поблагодарить и идти своим путем. И не должно быть так, чтобы твой ученик абсолютно повторял твой путь. Тогда ты воспитываешь опигонов. А самое главное — это вырастить личность. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.